всем привет с вами канал артмания и сегодня у нас с вами будет обзор моих картин я давно уже очень обещала это у нас будет первая часть я скорее всего разделю на несколько частей и я решила начать на с моей моих школьных рисунков которые я рисовала художественной школе я решила начать с них там есть некоторые работы очень интересно вчера их нашла наконец-то и посмотрела здесь в основном вот они черно-белые вот тут видно кстати белый здесь какая-то недорисованная камеру сама держу к сожалению штатива здесь нету вот сейчас попробую просто очень быстро это сделать иначе это затянется наверное все на на 50 частей не 50 такие вот кстати такие штрихи делать вообще просто ненавижу карандашом но видим это нас художки заставили сделать надо чтобы понять где тень где свет то есть падает видимо это было надо я помню как я страдал как я мучилась не люблю рисовать карандашами фломастерами там не знаю еще чем-то вот только красками как бы сделано кстати я смотрю довольно хорошо у меня получала смотрите он здесь все ровненько все прямо это классно сейчас конечно не не настолько у меня бывает получается бывает даже ужас просто получается вот сейчас уже меньше рисуешь рисую так вот здесь вот бумага хорошая я вчера просто перебирала чтобы найти как бумагу хорошую здесь у меня основном вот копию такие вот черные белые так ну давайте просмотрим так побыстрее вот здесь какая-то вы смотрите чего-то я здесь пыталась видимо и кстати вот такие вот работы мы часто делали в художке так там уже кстати цветные пошли а нас заставляли это все дело с гелевыми черными ручками но гелевая ручка черная она просто уходил очень-очень быстро мама просто не успевала их покупать и ругалась все время и тогда сделал для себя один интересный вывод я сначала не вывода лайфхак наверное я сначала кончики вот так вот допустим прорисовывала гелевой ручкой то есть уголки вот эти вот тут вот тут да все а посередине маркером таким же черным фломастером черным вот но здесь видно что неровно учитель все время ругался у тебя не ровно у тебя не получилось рисуй заново вот но потом я просто плюнула не стала его слушать тоже мне это не интересно такие штуки делать честно это очень долго но сейчас вот может быть я бы поделала но это красиво да ну как бы сейчас да это вот на них пошла мода сейчас можно что-то найти в интернете а тогда толком интернета у меня не было и было очень сложно это кстати где-то срисовала было очень сложно вообще что-то свое такое придумать но в принципе смотрите довольно неплохо давайте я тоже сейчас поближе покажу такие вот штуки в интернете очень много делают люди здесь по-моему даже не а мне еще подруга помогал точно не еще помогала подружка моя она все придумывала мне все практически нарисовал по моему как раз вот эти вот эту я сама стану вместе с ней рисовали это я сама по моему рисовала а вот тут по моему она рисовала да часть помогла вот хотя она в принципе не художник но вот что-то такое это я сама помню уже придумывала это по моему тоже короче придумывать из головы это очень очень сложно на самом деле было для меня так здесь у нас были листочки а это было как раз осень я осенью поступила в художку и мы сушили сначала их потом вот это клали обрисовывали но я не понимала что с ними делать я просто их раскрашивал вот здесь немножко вот видно другие вот предыдущие я просто раскрашивала не в понимании а что делать и с чем с ними вообще наделал оказывается нужно было какого-то добиться оттенка вот это вот как бы вот он такой они же красивые такие очень учитель нам не мог этого объяснить что нам с ними делать то есть вам фактически было на нас наплевать просто пришел все рисуете пришли все пришли проверил все на месте все на месте все рисуете и ушел мы два часа рисовали сами что хотели там или тем была такая определенная то есть он с нами даже не занимался просто деньги платили в пустую так здесь вот чайничек кстати смотрите тоже все так очень ровненько но здесь кстати я не знала что карандаш я думал что карандаш не будет видно под краской и конечно же его не стирала это у меня вообще прям было очень 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 долгое время не понимание этого так вот тут кстати тоже такая симпатичная как когда я ее рисовала я тоже ее не понимала но сейчас мне кажется я бы наверное такую похожую на рисовала сейчас мне уже немножечко становится это интересно здесь разные оттеночки тогда мне было не конечно непонятно так здесь у нас тоже такая ну вот они рисунки они не очень идут пока я училась художки это было я не знаю что то что то с чем-то непонятное удобнее что-то с чем-то непонятное это вот надо было на бум нарисовать что-то придумать учитель меня нарисовал зайца я с трудом смогла из головы нарисовать ежиков или не помню рисовала где-то короче за эту картину по моему даже двойку получила потому что у меня ежики абсолютно черные получились они в жизни не черные вот так вот так здесь вот тоже а ну вот тут более-менее видно да то что он желтый и потом мне сказал что оказывается должны быть разные оттенки я просто еще сверху чего-то там нарисовала блин я этого не понимала тогда я этого не знала что с этим делать еще и как так же наш учитель кстати заставлял по два сантиметра отступать от листа если вдруг придется класть это все в рамку сначала я так делал сейчас я уже так не делаю потому что рамка занимает гораздо меньше места вот ну тут уже более-менее что-то видно ну что-то вообще такое непонятное здесь еще более-менее красивое то там что-то это тут тоже листочки тут вот недорисованное прям вот видите карандашом очень четко я рисовала или срисовывала уже может быть вот тут тоже смотрите классно как так сейчас я а ну там остались в основном такие вот работы карандашом они плохо видны а ну вот мы еще я помню когда только поступила в художку вот такую штуку мы делали тоже не в понимании что это такое что с этим делать я не знала и естественно он ничего об этом не объяснял просто делайте повторяйте за мной ой не закрылся просто делать и повторяйте за мной вот и всё а зачем мы это делаем я не знаю ну так вот надо делать всё больше ничего о нём никакого объяснения этому не было я один год там проучилась и все и потом я подумала а что а смысл Ну вот, в принципе, здесь вот, а, досюда я вчера не дошла. Вот это вот какие-то там оттенки нужно было искать, что ли, я не знаю даже. Тут, в принципе, остальное такое. Это вот мое первое. Так, и сейчас я, или как, подождите, как же нам сделать? Уже 8 минут. Ну, давайте, наверное. А, ну вот, кстати, смотрите. Вообще, прям он четкий такой. Это вот, чтобы нарисовать, кстати, вот такой четкий, нужно посередине прочертить линию. То есть это, я раньше занималась, помню, когда только-только начинала рисовать, построением вот такого кувшина могла заниматься полдня, пока я вот там, прям вот конкретно четкие линии пририсую. Потом в какой-то момент другая учительница у меня уже была, которая именно объясняла все. Она сказала, что не надо все это делать. Все это очень долго, кропотливо, проще нарисовать и раскрасть, и все. И все это делать без линейки. А я прям с линейкой. Ну, это должна быть обязательно серединочка, и от серединки вы отмеряете. Тут, допустим, 7 сантиметров, и тут 7. Потом опять вот так вот, вот здесь вот линию проводите. Тут 5 сантиметров, например, и здесь 5 должно быть. И я вот так вот, если у меня, допустим, одна сторона получилась нарисовать, а вторая никак. Вот так вот, но обычно это правая хорошо получалась, а левая не очень. И я просто прочерчивала так линии и по точечкам, по точечкам вот так, по точечкам, по точечкам вот так делала, а потом проводила, если у меня прям совсем конкретно не получалось. Вот, обычно вот так вот. Так, сейчас я посмотрю, наверное, что у меня еще там в той папке, чтобы вам было поинтереснее. Вторую часть, не вторую часть, а вторая папочка. Это у нас 15-16 год. Это я уже дома рисовалась сама, уже всячески пыталась, старалась. Рисовала я уже гуашью, потому что у меня была всегда мечта рисовать маслом. Вот, а гуаша, она по консистенции очень похожа на масло. И ею как-то немножечко попроще и подешевле рисовать. Вот, и у меня был, конечно, такой вот водопад. Здесь, кстати, очень довольно много. Видимо, ролик у нас с вами затянется, наверное. Тут я еще, кстати, не смотрела. Водопад, это, конечно, все срисовано было с картинки какой-то. То есть, я не сидела напротив водопада. Но все равно, кстати, тут видно работу, что она, в принципе, она красивая. Но не вот прям 5 с плюсом. Наверное, где-то я даже сама себе бы, наверное, поставила где-то тройку с плюсом или четверку. Вот. Потом здесь такая вот. А, в основном еще открытки всякие я покупала на тот момент, я помню. Очень любила прорисовывать такие мелкие детали маленькой-маленькой кисточкой. Вот. Небо тоже, посмотрите, какое красивое. Какие-то там вишенки. То есть, это вот они, первые такие мои работы. Мое начало работ моих, которые я уже старалась рисовать сама, без всякой там помощи чьей-то. Вот тоже. Вот они, кстати, такие линии. Как рамочка некая получается. Ну, вот уже подобие-подобие. Что-то такое уже более-менее красивое. Но еще, видите, училась пока. Пока что училась. Так, тут у нас что? Тут у нас... А, тут я что-то рисовала черно-белое. Здесь какие-то там поля непонятные. Недорисованные. Так, это уже с открытых. Я что-то смутно даже помню. Какие-то деревья. Что-то я прям зима здесь у меня прям старалась. Помню. Здесь вот тоже. А, это я сама ставила натюрморт. Я люблю рисовать натюрморты такие, знаете, разные. Чтобы они были какие-то нестандартные. Какие-то необыкновенные и красивые. То есть, именно тыква, например, стоит на маленькой бутылочке. Или яблоко на яблоке. Что-то тут сбоку лежит. Что-то такое нестандартное. Здесь я уже заклеивала стучками. Здесь у меня уже пошли горы. Уже что-то такое. Здесь, мне кажется, уже, наверное... А, нет, даже не подписано. Наверное, начались мастер-классы. Бесплатные вебинары потом появились. Я рисовала на них. Мне кажется, наверное, может быть, вполне возможно, это не есть. Вот они тоже что-то подобие. Но тут видно, что немножко не размазано. Немножко этого не хватает. Ну и картина недорисована. Видимо, меня, как всегда, кто-то отвлек. Я ее не дорисовала, скорее всего. И потом я уже, конечно, не дорисую уже, наверное. Вот здесь тоже горы. А здесь, кстати, мастихином я проходила. Да-да-да, это уже вебинары были. У меня первое время вебинары, то есть смотря, как рисует художник, и за ним повторять, у меня не получалось первое время. Получалось что-то непонятное, но это так всегда. И, конечно, бумаги я потратила очень-очень-очень много. Это какая-то шляпа, по-моему, что ли, свечка какая-то. Что-то у меня свечка конкретно в бок ушла. Но это нарабатываешь навык. Руку набиваешь, как я помню, у нас учитель говорил, любил говорить. Тут тоже что-то такое непонятное. Это, наверное, у меня из головы уже что-то там пошло. Хотя, честно говоря, я не люблю потратить бумагу просто так, непонятно на что. что я всегда стараюсь картину основательно выбрать и нарисовать, чтобы потом ее не выкидывать. Но здесь, наверное, явно чего-то еще не хватает. Здесь я училась рисовать пион. Честно говоря, до сих пор так и не умею его рисовать. И не могу понять, как это делается. Розу вот как-то у меня получалось нарисовать, а пион вот бесполезен. Что-то это... Я чувствую у всех художников, вернее, у многих начинающих художников, это реально сложность. Вот. Тут какие-то у меня тюльпаны. Шли. Вот. Тут сиренка довольно, кстати, неплохая получилась. Мне нравится вот здесь вот сама вот эта вот тряпочка. Ну да, немножко. Не очень даже. Я вижу тут. Листочки классные получились. Вот. Это я помню даже, как я ее рисовала. Купила сирень, поставила ее и сидела рисовала, помню. Это я помню момент. Вот. Так, здесь у меня какой-то туман, что ли. Да, туман. Что-то я там пыталась нарисовать. Ну, такие работы. Здесь опять меня, видимо, кто-то отвлек. Я птичку не дорисовала, по всей видимости. Вот. Здесь, конечно, у меня кот, которого я вообще не умею рисовать на самом деле. Кстати, тоже не дорисован почему-то. Видимо, может быть, если у меня не получается, я останавливалась, что ли. Я даже не знаю. Или меня тоже отвлек. Ну, видно, что он тут не получился. Морда такая. Ну, животных у меня не получается рисовать. И людей, к сожалению, тоже. Ну, я не хочу, если честно. Мне говорят, ну, ничего страшного, ты художник, ты научишься. Нет, я не хочу. Ну, не тянет меня. Вот. Пейзажи, натюрморты, да. Особенно натюрморты. Вот особенно. Ну, да, и пейзажи тоже. А вот людей, животных, ну, блин, вот не хочу. Не хочу и все. Не знаю, что не получится. Не знаю. Просто не хочется. Так, это вот здесь вот. А, это из картинки какой-то в книжке. Срисовывать. Срисовывать тоже, кстати, не каждый человек может. Не каждый художник красиво срисует. Так что это тоже все очень сложно. Потому что некоторые говорят, а, ты срисовал, о, да это легко. Подумаешь, господи, и я могу. А вот в итоге сможешь, люди срисовывают, а у них не получается. Так что это тоже. А, там вообще была вот такая вот малюсенькая картинка. А в итоге я вон ее как сделала. Тоже не дорисована. Не знаю почему. Ну, здесь можно дорисовать, в принципе. Она довольно красивая. И, кстати, очень классно получилось. И баночки тут, и капустка, и эти. Морковка. Так, тут вот у меня что-то тоже не дорисовано. Тут у меня хлеб. Ну, что-то такое нестандартное. Кстати, довольно хорошо получился этот соус. Тут еще сыр сбоку стоял. Опять не дорисовала. Не знаю, почему я не дорисовала. Странно. Сама не понимаю, честно. Так, здесь у меня тоже не дорисованные. А, вот эту я вообще срисовывала в Sims 3. Там какая-то у меня Sims, как их там называют. Она рисовала что-то подобное, короче. И я не успела тоже дорисовать. Что-то то ли исчезла эта картина, по-моему. Я так она... Вернее, на второй раз так ее больше не нарисовала никогда. И она осталась у меня. Короче, синие облака, я помню, были, но я не помню, насколько, какими они там были. Вот. Ну, короче, так вот. Тоже осталось. А, вот дорисованная банана. Это тоже моя. Это я у мамы рисовала. Но тут видно, что огурец какой-то не очень. Ну, тогда еще училась, училась, да. Что-то как будто огурец кусает помидоры. Но это, может быть, даже смотрится немножечко красиво. Так. Здесь тоже мои натюрморты. Похожие на скетч. Очень красивые тоже. Так, здесь у меня... А, ну здесь все. А, ну тут вот чуть-чуть с карандашиком еще не дорисовано. Дорисованы только карандашом. Так. Ладно. Это у нас с вами была... Тоже, кстати, длинная получилась. Это у нас с вами была первая часть моей рисунки, которую я когда только-только начинала учиться рисовать. И у нас с вами также будет следующий раз, когда-то, не знаю, выйдет вторая часть. И, ну, посмотрим, сколько частей получится. Смотрите все. Будет интересно. Интересно смотреть, как вот, когда я начинала, с какими были картины, потом дальше, дальше, дальше поэтапно и какие они сейчас уже. То есть, в принципе, рисовать учишься не за один день, а просто годами. Годами учишься, набиваешь руку и потом рисуешь. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok